С треекратного слава Украине Верховная Рада 8-го созыва начинает свою работу. И в первые минуты депутаты нарушают закон. Присягу приносят хором, в микрофон текст зачитывает спикер предыдущего парламента Александр Турчинов. Хотя, согласно Конституции, это должен делать самый старший парламентарий, экс-регионал Ефим Звягильский, который в прошлом году отметил 80-летие. Когда состав нового парламента, его моральные запросы, они, в общем-то, не отвечают конкретно личности Звягильского, который должен зачитывать эту присягу. Если депутаты не будут соблюдать Конституцию, даже переступая через собственные моральные и идеологические убеждения, то я думаю, что этот парламент уже существенно сократит себе срок существования. На первом заседании зарегистрировались 399 народных депутатов. Самая большая фракция у блока Петра Порошенко – 146 парламентариев, у Народного фронта – 83 депутата, у оппозиционного блока – 40, у самопомощи – 32. У радикальной партии – 22 парламентария, у Батькивщины – 19. Сформированы две депутатские группы «Воля народа» и «Экономическое развитие», которую возглавил харьковский мажоритарщик Виталий Хамутынник. Политологи предполагают, камнем преткновения могут стать кадровые вопросы должности министров и главкомитетов. Здесь определенная опасность представляется в силу конкуренции между президентом и премьер-министром. И кроме того, надо сказать, что у некоторых других сил радикальная партия, партия Батькивщина – достаточно сильные лидеры, которые также могут претендовать на сохранение центра влияния в парламенте. В первый день работы депутаты официально сформировали коалицию «Европейская Украина». В нее вошли 302 парламентария от всех партий, кроме оппозиционного блока. Коалиция предлагает назначить спикером Владимира Гройсмана, а в кресле премьер-министра оставить Арсения Яценюка. Депутаты голосуют. Решения приняты. К новому парламенту обратился президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, впервые в Украине есть проевропейское большинство. Но наряду с широкими возможностями перед депутатами сложности, с какими никто из предшественников не сталкивался. Первое заседание Верховной Рады политолог Игорь Полищук называет самым продуктивным за все годы независимости. Чем теперь важно, чтобы такой темп работы сохранился и впредь. За один день сделать вот такие шаги – это многого стоит. Это показатель того, что действительно вновь избранные депутаты отвечают за свои обещания. То есть они понимают сложность этой ситуации, в которой оказалась Украина. Требования украинцев к новому парламенту, говорят эксперты, очень высоки. Общество ждет эффективных реформ. Децентрализации власти, переформатирование работы судов и правоохранительных органов, экономического роста и, соответственно, роста социальных стандартов. Есть все-таки слабый уровень подготовки. Насколько они будут результативными, как законодатели. Будет очень многое зависеть от результативности экономических реформ. Если они будут проведены в короткое время и люди получат какой-то нормальный результат, я имею в виду рядового избирателя, то тогда коалиция будет укрепляться. В противном случае, не исключают политологи, депутатам придется сложить полномочия раньше срока. Люди, пережившие революцию и воюющие за свою страну в зоне АТО, не станут терпеть непрофессионализм, халатность либо продажность парламента, уверены эксперты. Елена Захаренкова, Анастасия Горелкина, Алексей Жучков и Евгений Педин. Объектив неделя.